ИПР, Бельгия, 22 апреля 1915 года В этот день на самом напряжённом участке Западного фронта неожиданно замолкает германская артиллерия. Внезапно со стороны немецких окопов стало приближаться зеленовато-жёлтое облако. Через некоторое время оно накрыло боевые позиции союзных войск. Почти сразу же после этого тысячи людей стали корчиться в судорогах, испытывая мучительное удушье. За неимением никакой защиты англичане и французы в панике оставляли свои позиции. Так, впервые в истории была успешно проведена химическая атака. В результате отравления хлором погибло свыше пяти тысяч человек. При всём при том, Кайзеровская Германия, страна, применившая газ, не обладала ни специальными химическими службами, ни собственным производством, ни исследовательскими институтами в этой области. Даже школ для подготовки военных химиков не было. Всё это ужасное дело взяли на себя немецкие предприниматели. Газы производились на заводах Акфа, Хехста и всемирно известной компании Байер. Предварительные исследования проводились в частном заведении общества Кайзера Вильгельма под чутким руководством будущего лауреата Нобелевской премии по химии Фрица Габера, который также являлся высокопоставленным сотрудником коммерческого предприятия Боденский анилиновый и содовый завод, или просто БАСФ. Габер не просто считается отцом химического оружия, он лично контролировал в тот день первое боевое применение хлора. Его жена, Клара Габер, покончила с собой, узнав о том, в чём же повинен её муж. Но доктор Габер всё равно был не намерен бросать своё любимое дело. Следующим же утром он отправляется на Восточный фронт для проведения ещё одной химической атаки, теперь уже против русских. После войны в 1922 году под его началом был изобретён знаменитый пестицид «Циклон-Б» — газ, которым во время Второй мировой задушит более миллиона человек. Впоследствии, испытывая вину за научное изыскание своего отца, Герман Габер, его сын, покончит с собой, как и его мать. Для подготовки же войсковых химиков бизнесменами была создана газовая школа в Леверкузине, где располагался завод фирмы «Байер». Акфа, Хехст, Байер и Басф — это костяк будущего картеля «Ижи Фарбен». Можно увидеть, что уже в годы Первой мировой эти предприятия взяли на себя большинство функций химического корпуса армии. Но это было только начало. Вообще, история картелизации Германии начинается где-то во второй половине XIX века. Свободные рыночные отношения рано или поздно приводят к концентрации капитала, что в свою очередь приводит к монополизации рынка и в конечном счёте к подавлению всякой конкуренции. Только в 70-е годы XIX века предпринимательских союзов было создано больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. И если поначалу союзы преследовали довольно тривиальные цели вроде вопросов организации логистики, защиты общих интересов перед властями, борьбы с рабочими, а также регулированием своих деловых взаимоотношений, то ближе к концу века основным вопросом, беспокоящим большинство немецких бизнесменов, был вопрос о покровительственных пошлинах. Проще говоря, союзы стали заниматься лоббированием на государственном уровне нужных им законов, которые бы ограничивали импорт товаров от конкурентов. История возвышения Ижи Фарбен начинается в 60-е годы XIX века. В 63-м основан Хехст и Байер, в 65-м БАСФ, а в 67-м АКФА. В будущем именно эти компании войдут в историю, как экономическое ядро нацистской Германии. При участии этих компаний уже в 1877 году будет создано Общество защиты интересов химической промышленности Германии. Задачи этого общества были точно такие же, как и у множества других подобных объединений. Раздавать государству советы, что будет лучше для отраслевого производителя. Но это еще не картель, нет. Картель – это сговор группы бизнесменов не только для подавления своих конкурентов, но и организованного притеснения рабочих на своих предприятиях. В картелях действует система жестких правил, квоты на производство и продажу, на закупку сырья, фиксированные тарифы по сделкам и так далее. Короче говоря, картель – это организованный способ производства группы капиталистов, своего рода частично плановая экономика в рамках отдельно взятых предприятий. В конечном счете, коммерческий сговор дает сокращение сдержек, гарантированные рынки сбыта, организованную борьбу против конкурентов и рабочих, общий бюджет для лоббирования отраслевых и классовых интересов и так далее. Германия, вплоть до Первой мировой войны, лидер по картелизации экономики. Подробнее об этом вот в этой книжке. Химическая промышленность также не стояла в стороне. Уже на 1904 год в этой отрасли господствовали всего лишь 6 компаний, которые объединились в два тройственных союза Bayer, Basp, Acfa против Hexta, Cassella и Calle. В Германии такие союзы получили название вот этим немецким словом. Пусть каждый попробует произнести его самостоятельно, мы этого делать не станем. В сокращении звучит как «ИЖИ», а в переводе «Общность интересов». В сферу интересов этих компаний входили фотопринадлежности, фармацевтика, синтетический каучук, нефть, селитра, топливо, технические масла, смазочные материалы, удобрения, взрывчатка, ну и ядовитые газы, само собой. К моменту начала Первой мировой войны Германия контролировала 85% мирового химического производства. Итак, началась война. Первая мировая империалистическая война. Спустя неделю после начала боевых действий в кабинет военного министра Германии Эриха фон Фолькенхайна явился человек с довольно мрачным сообщением. По его словам, германский генеральный штаб совершает большую ошибку, рассчитывая исключительно на молниеносный характер войны. Немецкая промышленность полагается на целый ряд стратегических сырьевых материалов, таких как нитраты, нефть, каучук и многие металлы, которые можно получить только за границей. Британцы и французы знают об этой уязвимости, а значит, страну ждет блокада, сырьевое удушье и неминуемое поражение. Собеседником министра был известный промышленник, глава немецкого концерна по производству электроэнергии и электрооборудования, всеобщая электрическая компания Вальтер фон Ротенау. Но он явился не для того, чтобы навести панику, а для того, чтобы предложить решение проблемы. Ротенау хотел, чтобы генеральный штаб привлек предпринимателей к военному планированию. Он рекомендовал создать систему контроля, включив в нее нормирование снабжения, а также систему приоритета в целях экономии ограниченных запасов стратегических сырьевых материалов. Генерала Фалькенхайна убедили доводы бизнесмена, и он отдал приказ создать в рамках военного министерства управление военного сырья, руководителем которого и был назначен сам Ротенау. Не теряя времени, предприниматель укомплектовал веренную ему службу группой избранных им ученых и промышленников. Под нажимом Ротенау управление немедленно провело обследование работы 900 фирм, производивших военные материалы. Результаты обследования подтвердили худшие опасения. Германская промышленность располагала не более чем полугодовым запасом импортного сырья. В итоге было принято решение переводить экономику на плановые рельсы. Все компании, связанные с военным производством, были подвержены принудительной картелизации. Это значит, что всякая рыночная конкуренция в области военной промышленности была попросту запрещена, а всех, кто не состоял до этого в картелях, заставили в них вступить. Новое ведомство жестко регламентировало снабжение предприятий сырьем, устанавливало обязательные цены и квоты на производство. Чтобы добиться максимального роста продукции, Ротенау стал закреплять за отдельными заводами определенные производственные задания. И это привело к проверке конторских книг, к нарушению принципа коммерческой тайны и к обращению с отдельными отраслями промышленности как с единым целым, независимо от положения дел на отдельных заводах. Несмотря на жесткую централизацию всей немецкой военной экономики, она оставалась в руках самих коммерсантов. Главными помощниками Ротенау чаще были влиятельные промышленники и топ-менеджеры, чем чиновники или офицеры. Например, уже известный нам химик Фриц Габер, его коллега Карл Бош, Герман Шмидц, Гуго Стинес, Карл Дуйсберг и многие другие. Отсюда следовало, что большая часть заказов, а значит и прибыли, приходились на те компании, чьи представители работали в сырьевом управлении Ротенау. А так как мелкосредних производителей туда никто не приглашал по понятным причинам, все заказы доставались самым крупным промышленником Германии. Выписывать госзаказы самому себе, параллельно принуждая компаний поменьше вступать в твой же картель на твоих же условиях, это бесценная находка немецких магнатов. Сказать, что плановая экономика имела успех, ничего не сказать. Да, Германия все равно проиграла войну, но если бы не инновации в области организации и планирования, то страну ждал бы крах уже через полгода. Столь эффективная и в то же время прибыльная экономика не могла не повлиять на умы буржуазных идеологов и крупных капиталистов. Уже во время войны мы видим не только первые зачатки будущего национал-капитализма, но и наброски будущей геббельсовской демагогии, подменяющей слово «капитализм» столь популярным в те времена словом «социализм». Зарождается государственный социализм нового типа, совершенно отличный от того, о котором мы думали или мечтали. Частная хозяйственная инициатива и частнокапиталистическая экономика не будут ликвидированы, но будут подвергнуты регулированию с точки зрения государственного социализма, при котором концентрация капитала будет происходить в национальной экономике, и этот капитал будет получать единую направленность. Этот сдвиг капитализма естественно и логически требует перестройки движения, являвшегося прежде противовесом ему, интернационального социализма. Последний превратится в национальный социализм, избирательным лозунгом которого будет «работа, а не громкие фразы». Вернер Дайц вовсе неспроста излагал свои взгляды именно в 1916-м. В это время химическая промышленность Германии достигла максимальной концентрации капитала за всю свою историю. Два химических картеля, образованные в 1904-м, наконец-то слились в один единый – Ижи-Фарбен. Или вот еще один пример грядущего нацизма. Одним из руководителей созданного Ротенау Сырьевого бюро был промышленник Гугу Стинес, мы упоминали его чуть раньше. Стинес был ярым националистом и активным сторонником немецкой экспансии. Он руководил рейдерским захватом предприятий на оккупированных территориях Франции и Бельгии, вплоть до снятия оборудования и вывоза его в Германию. Он также ответственен за принудительную отправку десятков тысяч рабочих этих районов на заводы в Германию, то есть в организации рабства, нарушившего всемыслимые и немыслимые конвенции тех времен. Впоследствии методы Стинеса послужили для Гитлера, Ижи-Фарбен и других крупных промышленников прообразом обращения с экономикой завоеванных стран. Разумеется, ни Дайц, ни Стинес, ни Ижи-Фарбен, ни даже Адольф Гитлер не изобретали национал-социализма. Нацистская идеология – это извращенное представление всего того, с чем пришлось столкнуться немецким бизнесменам в ходе своего развития. Острая нехватка колоний, вызвавшая бешеную агрессию, стремительный рост монополий и подавление всякой конкуренции, а также сильное рабочее движение, постоянно угрожающее кошелькам капиталистов. Ну и, наконец, война как сверхприбыльный бизнес. Что удивительно, но несмотря на поражение в Первой мировой войне, химическая промышленность Германии почти не пострадала. Да, пришлось поделиться патентами и секретами, что привело к утрате мирового господства, но во всех остальных отношениях сплошные плюсы. Прибыли лаборатории, исследовательские центры, производственные мощности, система подготовки специалистов, да и сами специалисты. Все, что получило стремительное развитие во время войны, осталось при немецких химиках. И, конечно, небывалым достижением войны было образование и живорбен. В то же время предприниматель Вальтер Ротенау в послевоенные годы уходит в политику и занимает пост министра восстановления. Чуть позже он пишет «Мы стоим перед лицом значительных сдвигов в экономической структуре и в экономическом мышлении. Война, по природе свое явление политическое, имела мировое революционизирующее значение, что и потрясло экономические и социальные строи Европы. Из развалин воздвигнется не коммунистическое государство и не система свободной игры экономических сил. Частному предпринимателю не будет дано большой свободы, но, с другой стороны, деятельности отдельных лиц будет сознательно предоставлено определенное место в экономическом организме, работающем на общество в целом». Под этой очередной бизнес-демагогией скрывается обыкновенное всевластие капиталистических корпораций, которые в недалеком будущем должны будут охватить все отрасли промышленности. И действительно, процесс концентрации капитала и монополизации немецкой промышленности лишь продолжался с годами. Далеко не последнюю роль в этом деле сыграла гиперинфляция начала 20-х годов. Формально инфляция началась уже в первые годы войны, но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что произошло в период с 1921 по 1923 год. За пару лет немецкая марка обесценилась где-то в 50 миллиардов раз. И если в начале 21-го года за 1 доллар давали 75 марок, то к концу 23-го года за тот же доллар можно было выручить чуть больше 4 триллионов. Вот пример. До войны рабочий зарабатывал полторы две тысячи марок в год. В середине же 23-го года эта сумма составляла около трех центов американской валюте, то есть меньше стоимости жвачки. Прежде человек с доходом в 20 тысяч марок в год считался состоятельным, теперь же весь его годовой доход равнялся 30-35 американским центом, это две пачки сигарет. Как итог, немецкая гиперинфляция привела к следующим последствиям. Первое. Общее обнищание рабочего класса, ведь рост зарплат никогда не поспевает за инфляцией. Второе. Разорение всяких мелких лавочников и кустарей, вынужденных продавать свои пожитки. Вообще середнячки всегда больше всех страдают от кризисов, им есть что терять в отличие от нищих. И третье. Гиперинфляция означала фактическую ликвидацию всего внутреннего долга. И вот что удивительно, все эти пункты были на руку государству и крупному бизнесу. Немецкие концерны производили товары и оплачивали текущие производственные издержки ничего не стоящими деньгами, а затем вывозили и продавали эти товары за границей в стабильной иностранной валюте. Вдобавок к этому они получили возможность погасить все свои долги и уплачивать налоги, исчисляемые по старым ставкам фактически бесплатно. Не обошелся кризис и без финансовых махинаций. Спекулянты приобретали иностранную валюту на кредитные средства, взятые в госбанке, а затем при помощи спекуляций на бирже сбивали курс еще ниже, а после погашали свои долги. Валютная разница себе в карман. Примерно то же самое было и в нашей стране в 2014 году, только в куда более скромных масштабах. Естественно, здесь нет никаких фантастических стечений обстоятельств. Все это делалось сознательно, целенаправленно и в сговоре корпораций с государством. Инфляция как следует укрепила позиции немецкой промышленности на мировых рынках сбыта. А что там с рабочими и мелко-средним бизнесом? Им, конечно же, плевать. Монополизация немецкой экономики так же не стояла на месте. В 1925-м картель «Ижи Фарбен» был объединен в единую трансатлантическую корпорацию. По соглашению всех участников, компания БААС поглотила все остальные фирмы и ее название было изменено на акционерное общество «Ижи Фарбен Индустрии АЖ». Собравшись силами после поражения в Первой мировой войне, немецкая химия вновь была готова к борьбе за мировое господство. Осталось решить один вопрос – что делать с этой нищей и озлобленной массой? История становления Настап совершенно не имеет смысла, если рассматривать ее отдельно от противостояния немецкой промышленности и рабочего движения. Несомненно, главной причиной установления фашистской диктатуры был всеобъемлющий и системный кризис капиталистической экономики Германии на фоне роста популярности коммунистической партии. Угроза социалистической революции и последующего упразднения всего частнособственнического аттракциона – вот чем причина фашизации Германии. Сознательность рабочего класса, не желающего более связывать свое будущее с эксплуататорами, ворами, бандитами и насильниками – вот чем причина фашизации Германии. Но в то же время будет ошибкой думать, что немецкие капиталисты все и сразу нацелились на фашизм. Процесс перехода от буржуазной демократии к открытой террористической диктатуре финансового капитала – это не только процесс постепенный, но в то же время и непоследовательный, и даже местами нерешительный. Внутри буржуазии всегда присутствуют некоторые прения о том, как же лучше угнетать холопов, что же даст большую прибыль, как эффективнее, где нужно подавить, подкупить, временно отступить, какие законы продвинуть и так далее. Но вернемся к нашему рассказу. Вслед за поражением в войне в том же 1918 году произошла ноябрьская революция. Кайзеровская, то есть монархистская Германия была упразднена, а на ее месте была воздвигнута Веймарская республика. И знаете, эта революция действительно принесла некоторое облегчение для рабочего класса. Был завоеван 8-часовой рабочий день, социальное страхование для безработных, легализация профсоюзов, возможность заключать коллективные договора и т.д. С другой стороны, немецкий ноябрь 1918-го претендовал на то, чтобы повторить русский октябрь 1917-го. Но не срослось, и это уже совсем другая история. Нас же интересует, как бизнесмены отреагировали на вынужденные поблажки. Уже в 1919 году немецкие предприниматели создают объединение под названием «Имперский союз германской промышленности». При образовании союза в него вошли 445 национальных, 58 региональных и 70 местных ассоциаций производителей, а также 70 торгово-промышленных палат. Через это коллективное членство в его деятельность на 1922 году было вовлечено около 300, а к середине 20-х более полутора тысяч частных фирм. Грубо говоря, эта организация охватила почти всю промышленность Германии, а ее известными членами были Роберт Бош, основатель фирмы «Бош», медиамагнат Альфред Гугенберг , к нему еще вернемся, Карл Фридрих фон Сименс, Карл Дуйсберг из «Жиф Арбен», уже известный нам рейдер-оккупант Гуга Стинес, а также Эрнс фон Борзик, Фридс Тисен, Густав Круп и сотни других самых видных и могущественных господ Германии. Многие из этих господ со слюнями наперевес будут завозить деньги в национал-социалистическую кассу чуть ли не с самого первого дня ее основания. Но не будем отвлекаться. Уже на первом заседании в начале февраля 1919-го предприниматели будут сыпать перлами, как из рога изобилия. Естественно, все их громогласные выступления преподносились как нечто общественно полезное и во имя германского процветания. Вот одна из таких «жемчужин». Германской промышленности угрожают новые налоги, которые в случае их введения исключают всякую возможность нового процветания в промышленности. И если тот, кто имеет до войны состояние в 100 тысяч марок, увеличил его во время войны до 300 тысяч марок, должен теперь платить 120 тысяч марок налога на военные прибыли, то откуда он возьмет средства для закупки сырья? Экономическое восстановление значительно важнее, чем налогообложение. «Не, ну правильно, говорит по делу. Утройл капитал? Какие налоги? Я нищий человек. Вы что, с ума сошли? Рабочий люд? Вот у кого все деньги? Вы только посмотрите на этих наглых засранцев. Объедают бизнес, каждый день что-то требуют, а нам налоги даже не с чего платить. Они даже не знают, что без обеспечения предпринимательской деятельности не может быть никакого иностранного кредита, который является для нас жизненной необходимостью. Поэтому нужно положить конец безумным экспериментам с социализацией и разъяснить положение рабочим. Вы будете смеяться, но вот эта вот фабрика по производству натурального жемчуга под названием «Имперский союз германской промышленности» при нацистах станет официальным органом власти. Его объединят, простите за тавтологию, с объединением германских союзов работодателей в единую службу под названием «Имперское управление немецкой промышленностью». И, коль скоро мы задели союз работодателей, то вкратце расскажем и про него. Он образован в 1913 году, в него также входили крайне широкие слои предпринимателей, включая вышеизложенных. Союз работодателей – это своего рода бизнес-профсоюз, и его цели вытекают прямо из названия – коллективная борьба с наемными рабочими, максимальное ущемление их прав с целью максимизации прибыли на каждую трудодушу. Хотя нельзя сказать, что и союз промышленников не занимался этим. Занимался. А вот, что говорил один из юристов профсоюза работодателей Брандт на своем выступлении в октябре 1919 года. «Руководство объединения германских союзов работодателей во всем, что касается только что обсуждаемого законопроекта, полностью согласно с членами объединения и не упустит ни малейшей возможности, чтобы побудить руководящие правительные учреждения и законодательные органы отказаться от регулирования рабочего дня законодательным путем». Сегодня можно говорить уверенно, что достижение рабочих ноябрьской революции 1918 года, особенно 8-часовой рабочий день – это кроеугольный камень в деле финансирования на СДАП в первые годы ее существования. Но помимо единого и организованного наступления на права рабочих при помощи всяких союзов, существует и другая сфера приложения коммерческих интересов – политика, государства и партии. Послевоенная Германия, вплоть до прихода нацистов к власти, представляла из себя самое настоящее партийное месиво – разобраться очень сложно. Но кое-что понять все-таки возможно. И начать стоит издалека. В 1891 году был основан так называемый Пангерманский Союз. Это организация своего рода мозговой центр буржуазного мировоззрения. Там скорее придумывали общественную идеологию, чем принимали участие в политике напрямую. В общем, одного названия уже хватит, чтобы понять, что же они там напридумывали. Империализм, экспансия, антисемитизм, антиславянство, ультра-национализм, ультраконсерватизм и так далее. А это председатель Пангерманского союза Генрих Класс, известный также по прозвищу «Бешеный расист». Он же под псевдонимом Дэниел Фраймен, автор книжечки от 1912 года под названием «Если бы я был императором». Нам удалось найти некоторые выдержки из этой работы. Давайте почитаем. Но если у какого-либо государства есть основания на расширение своей сферы влияния, то это немецкий рейх. Численность его населения быстро растет, его промышленность нуждается в новых рынках, его экономика нуждается в земле для производства тропических и субтропических видов продуктов, закупки которых сегодня привели нас в невыносимую зависимость от других, например, хлопок. Они нам нужны сейчас и любым путем. Столпы нашего народного хозяйства подвержены произволу рабочих, сполошенных социалистами. В течение 20 лет социалистическая пресса и партийные организаторы получали неограниченную возможность осуществлять свою подрывную, подстрекательскую деятельность и оттолкнуть массы от своего собственного народа и государства. Потом класс предвосхищает Майнкапф Гитлера, рассказывая о том, какие евреи низшая раса, а немцы, наоборот, высшие и тому подобное. Напомним, что это было написано даже до Первой мировой войны в 1912-м. У национал-социализма действительно очень давние корни. Ведь у класса тоже были свои авторитеты, учителя, любимые мыслители. Не сам же он все это придумал в самом деле. Так вот к чему мы это все. При содействии пангерманского союза и лично Генриха класса в 1917-м была основана немецкая отечественная партия. Эта партия ставила свои задачи и помочь военным освоить бюджет. Простите, конечно же имелось в виду поддержание боевого духа, продолжение войны, саботирование мирных переговоров, поддержка монархии, милитаризма, национализма и подобное. В общем, тот же самый, что и пангерманский союз, но уже на деле. Но война все равно была проиграна, а вслед за этим прекратила свое существование и кайзеровская Германия. Сказать, что монархисты были недовольны, ничего не сказать. Ярое бешенство, шовинизм, расизм, реваншизм, нас предали рабочие, нож в спину. Как итог таких политических преобразований в стране, как грибы после дождя стали появляться самые разнообразные организации, нацеленные на реставрацию монархии. Вот примеры. Первое. Немецкая Национальная Народная Партия. Пангерманизм, монархизм, ультраконсерватизм, ультра-национализм, антикоммунизм. Второе. Ее боевое крыло – стальной шлем или по-другому союз фронтовиков, прообраз эсэсовских штурмовиков, которые в будущем вольются в ряды на стаб. Третье. Немецкая Народная Партия. Национализм, монархизм, консервативный либерализм, антикоммунизм. Четвертое. Немецкий Народный Союз Обороны и Наступления. Пангерманизм, монархизм, ультраконсерватизм, ультра-национализм, ну и, конечно, антикоммунизм. Однозначно можно сказать, что именно монархисты, отставная военщина и некоторая часть бизнес-элиты были движущей силой нацизма на ранних этапах его становления. Первые были недовольны упразднением своего политического господства. Вторые были недовольны сокращением военного бюджета. А третьи были недовольны, что холопов теперь нельзя пороть, как в славные кайзеровские времена. А все вместе они были недовольны поражением в войне и настойчиво хотели империалистического реванша. Ведь это они планировали грабить других. А в итоге ограбили их. Как бы там ни было, уже в 1919 году на свет появилась немецкая рабочая партия, будущая национал-социалистическая партия. Начинающие нацисты основной своей задачей видели необходимость убедить рабочих разделить все эти прекрасные ультраконсервативные и ультра-националистические ценности прошлого. То есть рабочие не в смысле они хотели отстаивать права рабочих, а в смысле они хотели объяснить рабочим, что пангерманизм, монархизм, генрих-класс и подобное это то, что им нужно на самом деле. Типа нужен правильный социализм, пангерманский. Смекаете? Так, Антон Дрекслер, один из основателей рабочей партии, был выходцем из немецкой отечественной партии, которая, как мы ранее говорили, была тесно связана с пангерманским союзом и прото-фашистом Генрихом-классом. И еще одним основателем будущей нацистской партии был Карл Херер. Вместе с Дрекслером они состояли в оккультном обществе Туле, созданное в Мюнхене в 1918 году. Когда слышишь фразу «оккультное общество», то мысленно уже все понимаешь. В принципе, и тут не исключение. Расизм, теория арийской расы, скандинавские мифы, мистические ритуалы и другие высокодуховные болячки. Кстати, соответствующую символику они использовали задолго до того, как это стало мейнстримом, как говорится. Особенно стоит отметить еще одного персонажа – Пауль Тафель. Директор одного из заводов фирмы МАН. Тафель считается идейным вдохновителем и наставником Дрекслера в деле становления немецкой рабочей партии. А самое интересное, что Тафель не только входил в общество Тули, но и был членом Пангерманского союза. Вообще, если говорить о личностях, которые напрямую способствовали возвышению Гитлера, то стоит упомянуть вот кого. Генерал Людендорф – отставной вояко-монархист, сваливший вину за поражение в войне на рабочий класс. А если бы выиграли, то наверняка бы плел сказки о своем стратегическом гении. Этот же генерал стал одним из подвижников Гитлера. Они вместе принимали участие в пивном путче 1923 года. Далее, Эмиль Кирдорф – стальной магнат. Он же один из основателей Пангерманского союза. Ярый монархист, империалист, ненавистник профсоюзов и любых уступок рабочим. Будущий член НСДАП и глубоко уважаемый Гитлером бизнесмен. Далее, его коллега по отрасли, также будущий член нацистской партии Фридс Тисен, он же автор книги «Я заплатил Гитлеру исповедь немецкого магната». Будучи тесно связанным с англофранцузским капиталом, Тисен являлся одним из вдохновителей восточного направления гитлеровской агрессии. Он эмигрировал из Германии в 1939 году, когда возникла война между гитлеровской Германией и западными странами. В своей книге он объясняет свой разрыв с Гитлером тем, что не сумел организовать единство действий с западными странами против Советского Союза, несмотря на все старания. Еще один бешеный антикоммунист и предприниматель тяжелой индустрии Эрнст фон Борзик. Мы уже упоминали его как участника имперского союза германской промышленности. После первой империалистической войны он активно финансировал всякие ультраконсервативные добробаты, в Германии известные как милитаристские формирования фрайкора. Национал-социалистическая партия не стала исключением для его инвестиций. А теперь давайте послушаем, что бизнесмен Борзик думает об итогах ноябрьской революции 1918 года, когда рабочими был завоен 8-часовой рабочий день и заодно была упразднена монархия. Было бы неправильным упрекать работодателей в том, что они хотят вести 10-часовой рабочий день. Объединение германских союзов-работодателей неоднократно указывало на то, что установление 10-часового рабочего дня было бы столь же неверным, как и схематическое установление 8-часового рабочего дня. Регулирование рабочего дня не приносит пользы хозяйству, поэтому мы требуем лишь того, чтобы в тарифных договорах и производственных соглашениях для каждого отдельного предприятия допускалось бы установление рабочего дня, который при данных условиях обеспечивает наибольшую эффективность производства. Рабочее время может составлять в одном случае 48 часов, в другом — 60 часов в неделю. Окончательное решение, основывающееся на сознании ответственности, является делом заинтересованных работодателей и рабочих. Если мы отклоняем 10-часовой рабочий день, то при этом считаем необходимым обеспечить, чтобы здесь не руководствовались идеями социалистической уравниловки и не запрещали удлинение рабочего дня для одной группы рабочих, ссылаясь на то, что для других групп рабочих, находящихся в других производственных условиях, установлено более короткое рабочее время. Понятно, холопы? Подтолок длительности рабочего дня — это социалистическая уравниловка. Справедливым может считаться только 48-часовая рабочая неделя, или 60-ти, или 100-часовая. Тут уж как предпринимателю надо, так и справедливо. Так, кто там ещё? Ага, уже известный нам бизнесмен-рейдер Гуго Стинес, кстати, тоже сталилитейный промышленник. Ну и, конечно, бешеный расист Генрих Класс. Это далеко не полный список тех, кто помог нацизму всплыть. Но можно уверенно сказать, что если Пангерманский союз совместно с монархистами сформировали идеологический и кадровый базис состава НСДАП, то крупная угольная, железная и стальная индустрия привнесли в партию финансовую уверенность и широкий круг связей во всех эшелонах власти. С другой стороны, не стоит думать, что вся бизнес-верхушка с самого начала взяла курс на фашизм. Как уже говорилось ранее, внутри буржуазии до поры до времени были некоторые противоречия о том, как именно действовать. Это подтверждается хотя бы тем, что параллельно с нацистами инвестиции шли и в другие партии. Тут вам и правое крыло социал-демократической партии, или партия Центра, которая вообще издавна в оппозиции кайзеровской Германии, немецкая демократическая партия, были даже какие-никакие, но либералы, немецкая народная партия. Вообще, маргиналов вроде Гитлера и сегодня прутрудин, но пока они особо не нужны, их особо и не финансируют. Во времена же Веймарской Республики все было немного иначе. И если поначалу лишь немногие представители финансового капитала шли на сотрудничество с социальными отбросами, то после наступления мирового кризиса 1929 года ситуация изменилась кардинально. Все больше представители бизнес-элиты стали видеть в нацистах свою последнюю надежду на сохранение частно-собственнического господства. Для примера, за год до кризиса партия нацистов набирает всего лишь 2,5% голосов на парламентских выборах в Рейхстаг. Это при условии, что уже тогда они были под опекой наиболее могущественных промышленников Германии. А после наступления кризиса на выборах 1930 года гитлеровцы врываются в большую политику, набрав аж 18% голосов, тем самым став второй самой крупной партией в Германии, уступая только социал-демократам. Секрет успеха нацистов был довольно прост. Гитлер много трудился и сам всего достиг. Это же капитализм, тут же всегда так, да? Нет. Гитлера свели с медиамагнатом Альфредом Гугенбергом. Мы говорили о нем чуть раньше. Участник имперского союза германской промышленности и предприниматель. За Гугенбергом были газеты, издательства, телеграфные, информационные и рекламные агентства и даже кинокомпании. Ко всему прочему, он состоял в немецкой национальной народной партии, о которой мы также говорили чуть раньше. Пангерманизм, монархизм, ультраконсерватизм, ультранационализм и, конечно, антикоммунизм. Ее боевым крылом была организация «Стальной шлем», которая уже в недалеком будущем вольется в ряды штурмовиков НСДАП. А еще чуть позже из них же будут набирать эсэсовцев. Познакомил же Гитлера с Гугенбергом Пауль Бан, соратник бизнесмена по партии. И думаю, никого не удивит, если мы скажем, что Пауль Бан был представителем все того же ультраконсервативного пангерманского союза. В свою очередь, Пауль Бана с Гитлером свел бешеный расист Генрих Класс, который, в свою очередь, сам познакомился с Гитлером где-то в конце 19-го, начале 20-го года. То есть, считайте, с самого основания нацистской партии. Вы знаете, вообще по мотивам становления нацистской партии можно снять несколько сезонов какой-нибудь бразильской мыльной оперы. Это же действительно одна большая фашистская семья. Подробности о всех этих ранних хитросплетениях можно почитать в этой или вот в этой книжке. Вслед за успехом на выборах в конце 1931-го состоялось образование невиданного со времен свержения монархии сборища самых отъявленных реакционеров, шовинистов и ультраправых консерваторов. Гарцбургский фронт. В него вошли всевозможные монархисты, немецкая национальная народная партия, стальной шлем, пангерманский союз, нацисты, представители генералитета, титулованные знати, военизированных союзов и, что самое главное, крупнейшие бизнесмены Германии. Весь этот фашистский блок собрался с вполне определенными целями. Установление в стране фашистской диктатуры бизнеса и истребление рабочего движения как явление в прямом смысле слова. А осталось лишь решить, как именно нужно действовать, кто именно и когда встанет у руля Германии. Мы знаем, кто стал этим человеком. Наконец, мы подошли к очень любопытной документации. Нюрнбергский военный трибунал. К концу 1931 года Тисен, Кирдорф и другие организовали серию встреч между Гитлером и ведущими промышленниками Рура, чтобы дать Гитлеру возможность изложить свои взгляды и описать выгоды от сотрудничества с ним. Сам же Гитлер, в свою очередь, стремился заполучить для нацистской партии политическую и финансовую поддержку тяжелой промышленности. Для политических историков не может быть ничего более интересного, чем те ранние встречи между жестокими высокомерными железными лордами и будущим демоническим фюрером. Гитлер и рурские магнаты нашли общий язык во взаимной ненависти к демократии и преклонении перед безжалостной авторитарной политической силой. На встрече 27 января 1932 года в Дюссельдорфе присутствовали Тиссен и Фёглер из Стального Треста и множество других промышленников Рура. Гитлер выступил с одной самой проницательной и убедительной речью, которая, согласно Тиссену, произвела глубокое впечатление на собравшихся промышленниках и в результате в кассу национал-социалистической партии хлынули крупные вливания из промышленных концернов. Это выдержка из судебного процесса под названием США против Фридриха Флика. А Фридрих Флик – это крупнейший предприниматель Германии, член партии НСДАПС на 1937-го, один из первых ее инвесторов. Бизнесмен Флик был обвинен в применении рабов на своих предприятиях во время Второй мировой войны. Казалось бы, победа нацистов была близка, но вслед за успехами начались неудачи. В конце ноября 1932-го нацисты теряют 2 миллиона голосов и 34 места в Рейхстаге. Партия находится в критическом состоянии и остро нуждается в деньгах. По всей видимости, инвестиций было все еще недостаточно, а буржуазия все еще не в полной мере осознала себя как класс, в отличие от набирающих мощь рабочих во главе с коммунистами. В декабре в своем дневнике Геббельс делает запись «Финансовые проблемы делают невозможной всю организационную работу». Но в результате вмешательства дворянина и крупного финансиста барона фон Шрёдера, кстати, члена НСДАПС на 1933-го, между Гитлером и тогдашним рейхсканцлером Францем фон Паппином был заключен союз, благодаря которому Гитлер войдет в кабинет правительства, заняв место рейхсканцлера при Генденбурге. Фон Паппин же будет понижен в должности до вице-канцлера. Вслед за этим 20 февраля 1933-го дома у Гермена Геринга, второго человека после Гитлера, прошла встреча между нацистами и большой группой промышленников и банкиров, среди которых был и Фридрих Флик и Густав Круп. В ходе встречи лидерам немецкой промышленности было обещано, что если на выборах победит Гитлер, то демократия будет заменена на диктатуру. Промышленники с щедростью откликнулись на это обращение, предоставив не менее трех миллионов рейхсмарок. Это где-то 15-20 миллионов долларов в современном эквиваленте. Спустя месяц после назначения Гитлера рейхсканцлером нацисты поджигают Рейхстаг и обвиняют в этом коммунистов. Начинаются массовые репрессии и убийства. Через неделю проходят неочередные выборы, на которых, естественно, побеждает нацистская партия. Вслед за этим издают закон о чрезвычайном положении и полностью упраздняют буржуазную демократию. Германия официально становится фашистским государством. Открытая террористическая диктатура бизнеса началась. Корни преступлений, в которых обвиняются подсудимые, уходят на многие десятилетия в прошлое. Но для нынешних целей отправной точкой можно назвать период между 1932 годом, когда Гитлер стал крупной политической фигурой Германии, и его приходом к власти с последующим образованием Третьего рейха в 1933. Одно из обвинительных заключений гласит, что подсудимые вместе с другими промышленниками сыграли важную роль в установлении диктатуры Третьего рейха. Когда мы обвиняем подсудимых в союзе с Гитлером и нацистской партией, это не значит, что обе группы во всем видели взаимопонимание. Но доказательства покажут, что основной общей целью этих групп было расширение за счет других стран и пожинание плодов, независимо от того, нужна ли война для достижения этих целей, и независимо от того, сколько смертей и несчастья может последовать за этими разрушениями. Эта общая цель связала две группы вместе. Не будь этого сотрудничества, Гитлер и его последователи никогда бы не смогли получить власть и укрепить ее, а Третий рейх никогда бы не освенился вергнуть мир в войну. Вы, может быть, заметили, но мы практически ничего не сказали о роли Ижи Фарбен в деле становления Гитлера. И действительно, на протяжении 20-х годов эта фирма предпочитала опираться скорее на партию католического центра, чем на монархистов-шовинистов. Тем не менее, именно Ижи Фарбен предстоит стать экономическим ядром нацистской Германии. Точно так же, как историю становления НСДАП нет смысла рассматривать отдельно от немецкого бизнеса, так и немецкий бизнес нет смысла рассматривать отдельно от всего мирового капитализма. Конгломерат Ижи Фарбен, образованный в 1925-м, сконцентрировал в своих руках огромные финансовые ресурсы и еще более огромное желание наверстать упущенные прибыли, что, в конечном счете, побуждало бизнесменов действовать особенно агрессивно как внутри страны, так и за ее пределами. Уже в 1926-м году Фарбен добилась сотрудничества с французскими и швейцарскими химическими концернами конкурентами, а спустя всего лишь три года в 1929-м они все вместе объявили о создании континентального картеля красителей. Три эти страны в сумме давали 70% мирового производства красителей и химикалий, и при этом на Ижи Фарбен приходилось где-то три четверти от всех мощностей. Вообще, Ижи Фарбен тогда — это что-то вроде Boston Dynamics и Lockheed Martin сегодня, причем вместе взятые, то есть суперпередовая и высокотехнологичная компания, наголову опережавшая любого из конкурентов не только в научно-исследовательских областях, но и в уровне подготовки специалистов. И все же на европейском континенте оставался еще один конкурент — британский картель «Имперская химическая промышленность», но и он был вынужден примкнуть к континентальному картелю уже в 1932 году. Таким образом, Ижи Фарбен полностью восстановили свои позиции на внешних рынках всего лишь за 14 послевоенных лет. Конечно, все эти чудеса возрождения химической промышленности невозможно представить без тех безумных иностранных инвестиций, которыми буквально пичкали Германию. Понимаете ли, как работает капитализм? Разорение немецкого народа в результате гиперинфляции привело к снижению зарплат, а это, как известно, приводит к снижению себестоимости производства, что в свою очередь повышает рентабельность и инвестиционный климат для иностранных выливаний. Капитал вообще всегда стремится туда, где народ победнее, ведь бедный значит дешевый, а дешевый значит выгодный. В 1924 году, как раз на следующий год после гиперинфляции, державы-победительницы США, Франция и Великобритания разработали для Германии новый порядок репарационных выплат. Чтобы стране было легче выйти из столь затруднительного положения, как выплата репараций, было принято решение выделить вспомогательные кредиты. Новый план получил название «План Дауэса» в честь американского председателя Международного комитета экспертов по репарациям. Но Германия получила от Америки не только название нового плана, но и основную часть всех будущих кредитов. Объемы кредитов были настолько огромны, что тогдашний глава Рейхсбанка, а также будущий рейхсминистр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт писал в своей книге, что за шесть лет плана Дауэса Германия получила столько же иностранных займов, сколько их получила Америка за 40 лет предшествующих Первой мировой войне. Нечто подобное он повторяет и в другой своей книге. Германия получила настолько много иностранных займов, что смогла не только удовлетворить все потребности собственной экономики, но и выплачивать ежегодные взносы в соответствии с планом Дауэса. Но щедрость иностранных партнеров невозможно объяснить простым снижением стоимости рабочей силы. Американо-английские бизнесмены были прекрасно осведомлены, что происходило в мире в те годы. Далеко-далеко на востоке строится первое социалистическое государство, а там бизнесменов вообще не любили. Тем временем по Германии носится сотни тысяч монархистов-шовинистов-реваншистов, мечтающих не только отомстить за поражение в войне, но и под корень уничтожить все рабочее движение. К Советскому Союзу они испытывали не меньшую ненависть, чем и к немецким коммунистам. В то же время в 1920 году провалился Каповский путь, который был разбит Рурской Красной Армией, а в 1923 пивной путь нацистов. Оба переворота были нацелены на упразднение достижений Ноябрьской революции 1918-го. Вы же сами понимаете, 8-часовой рабочий день – это настоящее преступление в глазах буржуазии. Все говорило о том, что рабочее движение до сих пор представляет из себя серьезную опасность, и если ничего не предпринимать, то Германия может стать советской. А Советская Германия плюс Советский Союз с очень большой вероятностью означали бы всю Советскую Европу. А Советская Европа означала бы для американцев полную трату рынков сбыта, национализацию их европейской собственности, а также лишение доступа ко многим передовым европейским технологиям. Несомненно, правящие круги США были заинтересованы в том, чтобы перенаправить реваншистские настроения немецких капиталистов, монархистов и бешеных антикоммунистов именно в сторону Советского Союза. Это была наиболее прибыльная стратегия для них, а бизнесмены, как никто другие, умеют считать прибыли. В результате взаимовыгодного партнерства Германия восстановила большую часть своего промышленного потенциала, в том числе и военного, уже к 1929 году. Но в этом же году разразился небывалый по своему размаху и разрушительной силе мировой экономический кризис. Кредитной благодати пришел конец, а вся мировая промышленность полетела в тартарары. Несомненно, ключевую роль в окончательном расколе немцев и в установлении фашистской диктатуры капитала сыграл именно этот мировой экономический кризис. Конечно, Ижи Фарбен контактировал с нацистами и до кризиса, но то были довольно вялые отношения и только через посредников. Другое дело – кризис. Он изменил все. Дело в том, что в Ижи Фарбен уже давно вели разработку синтетического топлива, а наступивший кризис обрушил цены на нефть. Это означало конец всем дальнейшим исследованиям в этой области. Как говорится, экономически нецелесообразно. Продолжать инвестиции в разработку синтетического топлива или нет? Этот вопрос вызвал серьезные споры внутри верхушки Ижи Фарбен. А для Карла Боша, председателя правления, это было делом всей его жизни. И в конце концов он таки смог отстоять проект. Но в то же время Ижи Фарбен пришлось столкнуться с новой проблемой. Дело в том, что до 1929 года гитлеровская партия все еще оставалась на задворках большой политики, но наступивший кризис нанес сокрушительный удар по всей немецкой экономике. За три года на четверть сократился ВВП. Промышленное производство падает почти вдвое, сельскохозяйственное на треть, а безработица достигает 30%. Повсюду снижалась зарплата, а на предприятиях начались локауты и забастовки. Бизнесмены, как это обычно бывает, видели свои первоочередной задачи и переложение тягот кризиса на плечи трудящихся. А правительство, как это тоже обычно бывает, бежало спасать не народ, а исключительно банкиров и крупных промышленников. Старая добрая приватизация прибыли и национализация убытков, что в свою очередь вызвало крайнюю озлобленность у рабочего класса и, как следствие, усиление позиций коммунистической партии. Для подавления всего этого пролетарского безобразия необходима была сильная власть, как выражались тогда промышленники. Тут-то и могла сыграть свою роль гитлеровская партия. Но по мере укрепления политической власти Гитлера, его нападки на промышленные концерны, среди руководства которых были евреи, становились все более угрожающими. И Жив Арбен как раз и была такой компанией, где среди директоров было много евреев. Карл Бош понимал, что приход нацистов к власти и дальнейшие этнические чистки могут нанести серьезный ущерб всем проектам Жив Арбен. Моментик. Как выяснилось, на финальной стадии монтажа, ну как это обычно бывает, о беспокоенности Жив Арбен была связана не столько с политикой антисемитизма, сколько с политикой ввозных пошлин. Во время кризиса сильно упали цены на нефть. В связи с этим Жив Арбен хотели бы видеть от правительства повышение пошлин на импорт горючего, в то время как импортеры натурального топлива лоббировали их снижение. Повышение пошлин могло бы защитить инвестиции химического концерна в области синтетического топлива тем, что компенсировало бы разницу в цене между дорогой синтетикой и дешевой натуральной нефтью. Однако политика нацистов в этой области до сих пор оставалась неясной. В связи с этим в июне 1932-го было принято решение установить контакты с Гитлером и прощупать его отношение к химическим разработкам в случае избрания канцлером. В конечном счете была организована встреча между представителями Жив Арбен и Гитлером. В ходе этой встречи будущий фюрер заверил всех присутствующих, что намерен оказать твердую и решительную поддержку разработкам синтетического горючего. Сегодня невозможно представить себе экономику без нефти в Германии, которая хочет остаться политически независимой. Германское жидкое топливо должно стать реальностью, даже если это потребует шерф. Спустя полгода, 20 февраля 1933-го, состоялась та самая встреча бизнесменов и Гитлера в доме у Германа Геринга. Мы говорили о ней чуть ранее. Но кое-что об этой встрече мы еще не сказали. На ней впервые лично присутствовал представитель Жив Арбен Георг фон Шницлер, член совета директоров, а также член партии НСДАПС 1937-го года. Это, несомненно, произвело огромное впечатление на все деловые круги Германии, ведь и Жив Арбен был крупнейшим концерном в стране. Также мы напомним, что только за одну эту встречу было собрано 3 миллиона марок, из которых вклад Жив Арбен оказался самым большим – 400 тысяч. В материалах суда даже выписка о переводе денежных средств имеется. С этого момента поддержка Гитлера со стороны Жив Арбен стала вполне себе официальной. За все последующие годы, вплоть до 1944-го, только и Жив Арбен внесли в нацистскую кассу свыше 400 миллионов долларов в современном эквиваленте, в том числе так называемый фонд Адольфа Гитлера, инициатором создания которого был крупнейший промышленник Густав Круп. Кстати, вот он подает руку Гитлеру ладонью вниз. Кажется, фюрер даже немного наклонился в знак почтения и благодарности. Но вернемся к началу сотрудничества. Уже в ноябре 1933-го Жив Арбен имел своего депутата в нацистской партии – Герман Шмидц. Он же помогал Вальтеру Ротенау в Первую мировую войну переводить Германию на плановые рельсы, попутно выписывая госзаказы своей же компании. И он же уже в 1935 году займет кресло генерального директора Жив Арбен. В то же время его племянник Макс Ильгнер, он же финансовый директор Жив Арбен, и он же член СДАПС 1937 года, и он же человек, получивший в июне 1933 года исключительно секретный документ о создании военно-воздушных сил Люфтваффе в прямое нарушение Версальского договора. На Ижи Фарбен возлагалось особое задание – подготовить авиацию к войне. В первую очередь нацистов интересовал потенциал Германии в области производства жидкого топлива, пригодность синтетического горючего для производства авиационного бензина, а также какие объемы производства можно будет достичь в ближайшие годы. Спустя три месяца один из экспертов Ижи Фарбен, Карл Краух, подготовил четырехлетний план расширения производства отечественного жидкого топлива. Он же, Карл Краух, член СДАПС 1937 года, он же глава будущего военного отдела Ижи Фарбен, и он же, будущий генеральную полномоченный по особым вопросам химического производства в управлении по четырехлетнему плану Третьего Рейха. Естественно, совмещают эту должность с должностью члена правления Ижи Фарбен. Вслед за этим, 14 декабря 1933 представители Третьего Рейха и Ижи Фарбен подписывают контракт, в соответствии с которым химическому концерну гарантируется цена и объемы продаж синтетического топлива. А вот что говорит на этот счет Генрих Бьютифиш, предприниматель из Ижи Фарбен, член СДАПС 1937, почетный подполковник СС 1939, а также один из организаторов четырехлетнего плана военной экономики Третьего Рейха. Я не забуду тот день в 1933 году, когда я смог принять от правительства Рейха в Берлине поручение продолжить и даже расширить всеми возможными силами производство бензина, который, по причинам присущим политической экономии, не мог быть полностью разработан до прихода нацистов к власти. С этого дня мы находимся в необъятном долгу перед этим великим опытом расширения нашей промышленности. С этого момента Нобелевскому лауреату Карлу Бошу больше никогда не нужно было думать о финансовой стороне его научных изысканий. Правда, в 1937-м пришлось расстаться со всеми евреями в компании, но на что не пойдешь ради мечты? Вслед за урегулированием вопроса о топливе, нацисты переключили свое внимание на каучук, то есть резину. Поскольку натуральный каучук находился в буквальном смысле слова на противоположной стороне земного шара, в Латинской Америке, Германии необходимо было создать синтетический заменитель, чтобы обеспечить себя на случай эмбарго или морской блокады. Заниматься этим было доверено все тому же Карлу Крауфу из Жи Фарбен. И уже в 1936-м году Гитлер лично провозглашает о принятии 4-летнего плана развития экономики. Свыше 90% от всех инвестиций нацистского госплана предназначалось для химической промышленности, из которых свыше 70% были для Жи Фарбен. Таким образом, доля бизнесменов из Жи Фарбен составляла две трети от всего 4-летнего плана по развитию промышленности Третьего Рейха. В самом деле, это был план из Жи Фарбена, а не нацистов. К началу войны в 1939-м Жи Фарбен был неоспоримым лидером в подготовке промышленности к войне. Его заводы и лаборатории работали в три смены, подготавливая нацистов к нападению на другие страны. То, что по факту 4-летний план стал планом химического концерна Фарбен, оказалось выгодным и для нацистов, и для акционеров. Даже частичный перечень продукции, изготовлявшейся из Жи Фарбен для целей перевооружения Германии, ясно показывает, насколько он был необходим. Почти все синтетическое горючее, синтетический каучук, отравляющие газы, магний, смазочные масла, взрывчатые вещества, метиловый спирт, сыворотки, пластификаторы, красители, никель и тысячи других видов продукции, необходимых для германской военной машины. Карл Краух стал символом вклада Жи Фарбен в укрепление военной мощи Германии. На праздновании его дня рождения Геринг, обратившись к генеральному директору Жи Фарбен Шмидцу, произнес «Я очень благодарен вам за то, что вы дали мне Крауха». Ну а когда война началась и войска вермахта заполнили всю Европу, Гитлер лично вручил Крауху награду, предназначавшуюся только для героев «Железный крест», а также назвал его «человеком», одержавшим поразительные победы на поле боя германской промышленности. Никогда ранее в истории войн предприниматели промышленный концерн не играли такой решающей роли в военном планировании и в подготовке к большой войне. Это было партнерство военных и бизнесменов в чистейшей форме. Итак, монархисты, шовинисты, империалисты дали нацистам идеологию, кадровый состав и органы пропаганды. Стальные магнаты Рура дали нацистам финансирование, которое позже подхватили и другие бизнесмены Германии. Выстраивать же экономику и готовить нацистов к войне взялись бизнесмены одной из самых передовых компаний в мире – «Ижи Фарбен Индустрии». Но не стоит думать, что немецкие химики пришли к нацистам лишь в 1933 году. Давайте вспомним протофашиста Вернера Дайца, члена НСДАПСа 1931 года, а также директора одного из заводов «Ижи Фарбен». Вот что он пишет в далеком 1916 году. Зарождается государственный социализм нового типа, частная хозяйственная инициатива и частнокапиталистическая экономика не будут ликвидированы, но будут подвергнуты регулированию с точки зрения государственного социализма. Этот сдвиг капитализма естественно и логически требует перестройки движения, являвшегося прежде противовесом ему интернационального социализма. Последний превратится в национальный социализм. Из этого ясно следует, что под национал-социализмом автор видит некий государственный социализм, а под государственным социализмом некий способ регулирования частнокапиталистических отношений, которые, в свою очередь, призваны стать противовесом интернациональному социализму. Отсюда следует, что национал-социализм – это такой способ управления капиталистической экономикой, который своей главной задачей ставит борьбу с интернациональным социализмом, то есть с коммунизмом и рабочим движением. Короче говоря, национал-социализм – это национально ориентированный капитализм. На самом деле, все философские труды дайца пронизаны примерно таким, плюс шовинизм и империализм а-ля бешеный расист Генрих Класс. Эти двое, пожалуй, одни из первых, кто сформировали взгляды немецких капиталистов и монархистов в единое учение о национал-социализме. При этом, что в словах дайца, что в словах класса, сущностью национал-социализма был яростный антикоммунизм, противодействие международному рабочему движению и пролетарским революциям, а также особо бешеный империализм, шовинизм и расизм. Когда же Гитлер пришел к власти, то философские труды дайца были широко распространены информационным отделом ИЖИФАРБЕН. Действительно, наиболее реакционные элементы финансового капитала. Все это наглядно подтверждает, что идеи нацизма среди немецких химиков ходили уже очень давно, просто до поры до времени не было единства мнений о будущем компании. Но кризис помог все уладить. Однако, прежде чем переходить ко второй мировой войне, нам нужно отступить немного назад. Подготовка к войне – это процесс долгий, и всякому бизнесмену известно, что если ты собираешься устроить где бы то ни было войнушку, то неплохо было бы предварительно замаскировать свою частную собственность на территории потенциального врага. А теперь вопрос. Вы когда-нибудь думали, почему на Швейцарию никто не напал ни в Первую, ни во Вторую мировую войну? Возможно, потому что это горная страна, объявившая нейтралитет, где каждый житель вооружен, а все дороги и туннели заминированы. Неа. Швейцария – это финансовый офшор. Там бизнесмены не только прячут свои денюжки, но и регистрируют разного рода компании, чтобы при помощи разнообразных хитросплетений затерять владельца предприятия. А в случае военных действий это нужно, чтобы вражеская сторона не могла наложить арест на собственность своего противника. Таким образом, капиталисты получали возможность вести бизнес на территории врага, а вырученные деньги через офшоры переводить на нужды собственной экономики. Но это лишь одна сторона медали. Офшоры нужны и для того, чтобы незаметно от своей любимой родины можно было торгануть со своим врагом. Такие страны, как Швейцария, нужны, чтобы через подставные фирмы решать свои бизнес-делишки, тогда, когда напрямую их решать не следует. Ну и в конце концов, как без офшоров прятать сверхприбыли от войны и уходить от налогов? Кому война, а кому мать родна? В общем, весь мировой бизнес заинтересован в свободной и независимой Швейцарии. А если бизнес против оккупации, то никакие тираны и диктаторы не смогут этого изменить. Потребность в надежном офшоре не обошла и предпринимателей из Ижи Фарбен. В 1928 году они создают в Швейцарии фирму под названием «Ижи Кеми», которая на следующий год от своего швейцарского имени регистрирует в США фирму «American G Chemical Corporation». Забегая наперед, скажем, что по данным отчета военного министерства США в Германии, Ижи Фарбен Индустри контролировал к концу войны свыше 500 компаний в 93 различных странах. Он также был связан с иностранными концернами, двумя тысячами картельных соглашений. В том числе с такими гигантами, как Стандарт Oil of New Jersey, Exxon сегодня, алюминиевая компания Америки, Alcoa сегодня, американский химический конгломерат DuPont, топливная компания Ethel Export Corporation, британский химический конгломерат Imperial Chemical Industry, американский химический конгломерат Doe Chemical Company, химическая компания Rom & Haas, французская химическая компания Kuhlman, ну и японская финансово-промышленная группа Mitsu. Мы же рассмотрим лишь одно из таких соглашений. Сговоры живы Фарбен с крупнейшим американским концерном Стандарт Oil of New Jersey, или по старинке просто Стандарт Oil. Сближение этих компаний началось в марте 1926 года. Тогда один из сотрудников Стандарт Oil, Фрэнк Говард, посетил завод Ижи Фарбен в Людвигсхаффене. Представителю крупнейшего в мире концерна по добыче натуральной нефти показали процесс, посредством которого обыкновенный уголь может быть превращен в самый настоящий бензин. В своем отчете Уолтеру Тиглу, председатель управления Стандарт Oil, Говард писал, «Исходя из моих сегодняшних наблюдений и переговоров, я считаю это дело самым важным, с каким только сталкивалась наша компания со времени распуска. Фирма Badiše может производить высокосортное моторное топливо из бурого угля и других низкосортных углей в количестве, равном половине объема угля. Это, безусловно, означает независимость Европы в области снабжения бензином. Остается только открытая конкуренция в области цен». Благодаря техническому прогрессу Ижи Фарбен имел возможность нанести прямой удар гигантскому концерну Стандарт Оил и вообще всем фирмам по добыче нефти. Вследствие этой угрозы Стандарт Оил согласился заключить долгосрочное соглашение. В 1929 году Стандарт Оил и Фарбен подписали договор о разделе мировых рынков сбыта. Стандарт Оил признает приоритетное право Ижи Фарбен в области химии, а Ижи Фарбен признает право Стандарт Оил в области нефтяной промышленности за исключением Германии. Все открытия Стандарт Оил в области химии, если они не имеют тесной связи с нефтянкой, должны быть переданы Ижи Фарбен. Взамен немецкие химики дали аналогичное обещание в области нефтяных разработок, кроме тех, которые будут применяться исключительно на территории Германии. Для реализации этой сделки было создано две компании. Уже упомянутая Американ Ижи Хемикл Корпорэйшн, со владельцем которой был швейцарский офшор Ижи Фарбен, и фирма Джаско – Joint American Study Company. Помимо представителей Ижи Фарбен, среди членов правления Американ Ижи были такие видные люди, как Уолтер Тигли, председатель правления Стандарт Оил, Эцель Форд, президент Форд Мотор Компани в те годы, сын того самого Форда, Чарльз Эдвин Митчелл, президент Ситибанка и Пол Варбург, финансист, банкир, а также бывший заместитель председателя правления Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Другая компания, Джаско, была основана в 1930 году для эксплуатации патентов на химические продукты. Несмотря на то, что Стандарт Оил и Ижи Фарбен владели компанией 50 на 50, химический концерн по-прежнему сохранял контроль над разработанными им патентами, включая патенты на синтетический каучуб. Это означало, что Стандарт Оил мог вести переговоры с американскими компаниями о патентах в области производства резины, но лишь с разрешения Ижи Фарбен Индустрии. Таким образом, немецкий бизнес подминал под себя чуть ли не весь американский рынок синтетического каучука. Причем не просто подминал, но еще и всячески саботировал любые собственные разработки американцев в этой области все 30-е годы. Американская же общественность узнает об этом лишь после того, как США вступят во Вторую мировую войну, после Перл-Харбора и после того, как рекой польется американская кровь. Тогда обнаружится, что своих разработок в области синтетического каучука для удовлетворения нужд военной промышленности не хватает, а немцы внезапно не предоставляют лицензии на производство. При всем при этом крышуют немцев американские же бизнесмены из Стандарт Оил. Физически-то патенты были в США, но вот картельное соглашение не позволяло предоставить их кому-либо без разрешения Ижи Фарбен. И лишь после огласки такого недоразумения, как сознательный подрыв военной экономики, патенты у Стандарт Оил все-таки изымут в марте 1942 года. Таким образом, немецкий химический концерн действовал на территории США даже во время официально объявленной войны между этими странами. Благодаря стараниям Стандарт Оил нацистская Германия могла поставлять свою продукцию на мировые рынки сбыта, несмотря на все старания английской блокады. Естественно, что в те годы американский филиал Ижи Фарбен орудовал уже под совершенно другим названием. В 1939 году Американ Ижи была переименована в General Aniline and Film из Швейцарии. Но и на этом взаимовыгодное частнособственническое партнерство не заканчивалось. В 1936 году нацисты попросили Ижи Фарбен воспользоваться своими связями для закупки через Стандарт Оил бензина на 300 миллионов долларов в современном эквиваленте. По понятным причинам, американскую корпорацию вовсе не смутило, что фирма-продавец топлива, пусть и синтетического, вдруг решила его закупать, причем массово. Двойную невозмутимость американцам придавал всеобщеизвестный факт усиленной милитаризации нацистской Германии. Но тройная невозмутимость бизнесменов из Стандарт Оилл посетила прямо накануне вторжения нацистов в Чехословакию в 1938, когда все тот же Ижи Фарбен попросил у них в долг 500 тонн тетраэтилсвинца, добавки для авиационного топлива. Ну, 500 тонн добавки для авиационного топлива. Ну, какая проблема, казалось бы. Ну, подумаешь, что это все при условии, что незадолго до этого Стандарт Оилл уже передал Ижи Фарбен планы и спецификации по производству этого самого тетраэтилсвинца. Впоследствии, в своих показаниях на Нюрнбергском трибунале Август фон Книрием, член СДАПС 1942, а также сотрудник Ижи Фарбен, пишет, «Без тетраэтилсвинца современный метод ведения войны не был бы возможен. Тот факт, что мы могли производить тетраэтилсвинец с самого начала войны, объясняется лишь тем, что незадолго до того американцы предоставили нам свои производственные планы со всей технической информацией». На самом деле, причины поступков крупнейших американских, британских и других мировых корпораций в отношениях с немецким бизнесом довольно просты. Они делали все, чтобы задобрить нацистов. Все они прекрасно понимали, что Вторая мировая война – это неизбежность, но все они хотели направить эту дьявольскую машину фашизма туда, на восток, в сторону Советского Союза. Но, как писал Фрид Стесен в своих мемуарах, у них просто не получилось наладить единство действий. Третий рейх был слишком необузданным, и при всей своей дикой ненависти ко всем рабочим мира он также имел претензии и к английским, французским, американским капиталистам. Потребность в империалистическом реванше, вызванное поражение в Первой мировой войне, так никуда и не ушла за все эти годы. Попытка западных держав перенаправить агрессию Германии куда-нибудь на восток вылилась в так называемую политику умиротворения. Так, в 1938 году усиленными стараниями западноевропейских империалистов Третий рейх получил возможность оттяпать себе Австрию. Не пройдет и года, как между Германией, Италией, Францией и Великобританией будет подписан Мюнхенский сговор о разделе Чехословакии. Новыми территориями поживится даже Польша, которая уже в недалеком будущем сама превратится из империалистического хищника в разорванную добычу. Вслед за ней нацисты захватят Францию, а потом сделают то, о чем уже давно мечтали империалисты всего мира – нападут на Советский Союз. Тем временем, двигаясь вслед за нацистской армией, предприятие же Фарбен действовало точно по лекалам уже подчившего этот мир бизнесмена Гуга Стинеса. Рейдерски захватывали чужую собственность. В ноябре 1945 года комиссии полковника Бернарда Бернштейна был подготовлен доклад для американского правительства. В том числе и на основе этого доклада химическому концерну были выдвинуты обвинения в ходе нюрнмерских процессов. В докладе приводятся слова Макса Ильгнера, мы говорили о нем чуть раньше, финансовый директор Ижи Фарбен, а также племянник Германа Шмидца, второго человека в корпорации. Из всех немецких химических компаний Ижи играл самую важную роль в приспособлении промышленности этих стран для надобностей нацистской военной машины. Другой член правления Ижи Фарбен, начальник юридического отдела доктор Густаво Кюппер, сделал еще более определенное заявление. Насколько я знаю, Ижи Фарбен Индустри, его директоры и служащие полностью оправдывали и одобряли нацистскую агрессию против Польши, Чехословакии и Франции. Ижи получал большие выгоды от этих завоеваний. Вообще, послужной список Ижи Фарбен состоит из всех тяжких преступлений, совершенных нацистами во время Второй мировой войны. В то время как рядовой фашистский солдат посылал домой все, что ему удавалось захватить, от колбасы до обуви, Ижи грабил и оприходовал целые заводы. Для финансового капитала Германии Вторая мировая война была чем-то вроде средневековых крестовых походов. Так, добычей Ижи Фарбен в Австрии стал ведущий химический концерн пульверфабрик Шкода Верке Ветцлер. Фактический контроль над этой фирмой принадлежал крупному венскому банку Кредит-Анштальт, в котором господствовала группа Ротшильда. Но после аншлюса к Ротшильдам был применен высший закон нацизма, гласивший, что в Европе нет места никому, в чьих жилах течет еврейская кровь. Кредит-Анштальт был захвачен берлинским дойчебанком. В конечном счете, все химические предприятия Австрии были реорганизованы и интегрированы в экономику нацистской Германии при помощи Ижи Фарбен и подконтрольной ей фирмы Дунау Хеми. В Чехословакии же имелась только одна крупная химическая фирма – Прагер Верейн, четвертая по величине химическая компания Европы. Она-то и стала основной целью Ижи Фарбен в этой стране. И вот уже на следующий день после подписания мюнхенского сговора Гитлер получает телеграмму от председателя правления Ижи Фарбен. «Под глубоким впечатлением возвращения судецко-немецкой области рейху, которого достигли вы, мой фюрер, акционерное общество Ижи Фарбен Индустри передает в ваше распоряжение полмиллиона рейхсмарок для использования в судецко-немецкой области» – Герман Шмитц. Через две недели после перехода немецких войск через границу Герман Геринг проводит конференцию, на которой также присутствовал и Карл Крауф. Вслед за этим начинаются переговоры по поглощению Прагер Верейн. Ну да, поглощение. Немецкие бизнесмены не варвары же какие-то, чтобы в наглую присваивать чужое. Ижи Фарбен не захватывал предприятие, а выкупал. Правда, только на своих условиях и с нацистами за спиной, но оно такое. Да и в конце концов, война однажды закончится, а любая собственность требует юридического оформления. Переговоры о сделке длились чуть больше месяца. Чешские держатели акций упорно не хотели продавать свои доли. Но член Совета директоров Ижи Фарбен фон Шницлер любезно донес до представителей Прагер Верейна, что затягивание сделки может нарушить и без того хрупкий мир в Судетской области. А виноваты в этом будут несговорчивые владельцы Прагер Верейна. На следующий день переговоры наконец-то дают положительный результат. Сделка была одобрена. Завод был куплен. Наконец, Ижи Фарбен и другие немецкие фирмы создают новую компанию ООО «Хемишеверке Аусикфалькинау», которая в конечном счете успешно интегрирует в нацистскую экономику всю чехословацкую химическую промышленность. На очереди была Польша. Там имелось три фирмы, на которые Ижи положил глаз – Барута, Воля и Винница. Подготовка к захвату началась еще в июле 1939-го, за пару месяцев до вторжения Германии в Польшу, что в итоге позволило заполучить польскую промышленность в кратчайшие сроки, меньше чем за месяц. Хотя небольшой эксцесс все-таки имел место. В представленных документах указано, что завод Барута перешел в собственности Жи Фарбен при помощи правительственного попечителя. И все. Но другие источники уточняют, что это произошло лишь в 1942 году. А причиной этого было то, что высокопоставленные эсэсовские чинуши подцапались с бизнесменами и не хотели делиться награбленным. Но в итоге, конечно, мир далат большой клад. Еще одной особенностью польской компании была фирма Побьяницы, подконтрольная швейцарскому картелю красителей. Швейцарцев спросили, не хотят ли они продать свою фирму? На что те вежливо отказались. Ну нет так нет, сказали нацисты и Жи Фарбен. Побьяницы так и осталось, самостоятельной компанией, продолжавшей давать прибыли своим акционерам. Вот она, волшебная сила неприкосновенного офшора. Потом была Франция. Кюльман, вторая химическая компания на континенте, Сон-Дени и Сон-Клэр-Дюрун, а также вся остальная французская химическая промышленность, были объединены в новый единый концерн под названием Акционерное общество Франк Колор. Но французские бизнесмены были настолько сговорчивы, что сумели договориться с нацистами, наверное, на самых выгодных условиях из всех остальных. Дело обстояло так. Французы переписывают все свое имущество на имя новой компании, взамен получают 49% акций, а также 4 из 8 кресел в правлении Франк Колор. Но и это еще не все. Столь оперативное предательство своих сограждан французскими бизнесменами было дополнительно оценено в 1% капитализации Ежи Фарбен, то есть французов взяли в долю нацистской корпорации. Грабеж был важнейшей частью Ежи Фарбен во время Второй мировой войны, но немецкий химический концерн был замешан в куда более худших делах. В 8 ноября 1940 года доктор Отто Амбрес, член правления Ежи Фарбен, а также член партии НСДАПС 1937, получает секретную телеграмму из Рейхс Министерства экономики. В телеграмме лишь подводились итоги совместному совещанию на прошлой неделе. В ходе переговоров Ежи Фарбен с нацистами было принято решение о расширении производства синтетического каучука Буна со 100 до 150 тысяч тонн в год. Для достижения поставленной задачи было предложено построить два дополнительных завода. Пристройка к имеющемуся в Людвигсхаффене, Германии, и полностью новой где-нибудь в польском регионе Силезия. Бизнесменам из Ежи Фарбен никогда и в голову бы не пришла мысль об историческом характере их выбора. Для них было самой обыкновенной рутиной выбрать точное место для будущего завода. Город, выбранный ими для строительства, носил имя Аушвец, или по-нашенски Освенцин. В техническом и экономическом плане было вполне естественно производить синтетическое горючее рядом с каучуковым производством. В связи с этим было решено построить не просто завод, а целый промышленный комплекс. Предвкушая будущую экспансию на восток, бизнесмены из Ежи Фарбен пошли на довольно рискованный шаг. Они приняли решение финансировать строительство полностью за свой счет. Для этого было выделено практически 4 миллиарда долларов в современном эквиваленте. Эта авантюра была связана в первую очередь с коммерческим потенциалом рынков сбыта Советского Союза. Жадные до прибыли капиталисты планировали обеспечивать с этого завода весь восток. Но если сейчас допустить нацистов к финансированию проекта, то в послевоенные годы с ними пришлось бы делиться прибылями. Чего в Ежи Фарбен ну никак не хотели, несмотря на все совместные достижения. Тем не менее, возведение этого промышленного комплекса было задачей номер один, как для нацистов, так и самих бизнесменов. Хотя и это не помогло избежать постоянных проблем со строительством. То нехватки, то поломки, то простои. Административные сотрудники Ежи Фарбен больше всего винили в этом военнослужащих СС, поставляющих им рабочую силу из концлагеря по соседству. Они, заключенные, могут работать только группами от 20 человек. В связи с этим бывают случаи, что им настолько тесно работать, что они начинают мешать друг другу. Это принципиальная разница между методами работы концлагерей и свободного предпринимательства. Надеюсь, вы не подумали, что господа бизнесмены беспокоятся о людях? Ммм? Дальше они поясняют, что имеют в виду. Концлагерю не нужно учитывать экономические принципы, но в свободном предпринимательстве это обязательно. Особенно, если фирма работает исходя из стандартных расценок. Это недостаточно учитывается чиновниками концлагеря. Заключенные могут перемещаться только в дневное время и обязаны вернуться в лагерь до наступления темноты. В туманное утро заключенным также не разрешается покидать лагерь. По этим причинам невозможно организовать посменную работу. Кроме того, мы обратили внимание официальных лиц концентрационного лагеря на то обстоятельство, что последние несколько недель капо все чаще жестко секут заключенных на строительной площадке. Причем это всегда касается самых слабых заключенных, которые действительно не могут работать более интенсивно. Исключительно неприятные сцены на строительной площадке начинают оказывать деморализующее влияние на свободных рабочих, поляков и немцев. Поэтому мы просили воздержаться от таких порок на строительной площадке и производить их в концентрационном лагере. Ну а что взять с этих тупоголовых эсэсовских деревенщин? Ну не понимают они всех этих высоких высот свободного предпринимательства. Так или иначе, первый год строительства не оправдал возложенных на проект надеж. 4 миллиарда инвестиций оказались под угрозой. Поэтому администрации Жифарбен не оставалось ничего более, чем взять и построить свой собственный, можно сказать, частный концентрационный лагерь. Для этого мероприятия у государства был получен кредит в размере 5 миллионов марок. Это где-то 30 миллионов долларов по сегодняшнему курсу. Было принято решение расположить новый концлагерь близ деревни Моновиц, что было чуть ближе, чем Освенцам. Химический концерн брал на себя ответственность за обеспечение заключенных жильем и питанием и за их состояние здоровья. А на эсэсовцев возлагалось обеспечение безопасности, карательных мер и притока новых рабов. По сути дела, это был ничем не отличающийся от остальных концлагерь. Разница только в источнике финансирования. Охранники хоть и не заключали трудовых договоров с Жифарбен, но за каждого раба приходилось заносить деньги в эсэсовскую кассу. Параллельно с этим, в августе 1941 года нацисты отобрали экспериментальную группу из 500 советских военнопленных. По приказу коменданта Освенцама Рудольфа Хёса, они были уничтожены в герметичных камерах при помощи отравляющего вещества циклон-Б. Это был один из первых случаев применения инсектицида циклон-Б для умерщвления людей. Единственным поставщиком этого смертоносного химического вещества была немецкая компания «Дегёш», владельцами которой были и Жифарбен с пакетом акций 42,5%. Столько же было за вторым владельцем фирмы «Дегусса». Последние же 15 принадлежали концерну «Тео Гольдшмидт». Через 5 месяцев после отравления советских военнопленных была объявлена кампания под названием «Окончательное решение еврейского вопроса». До этого эсэсовцы закупали у «Дегёш» лишь небольшие партии циклона-Б для уничтожения в помещениях концлагерей всяких паразитов. Когда же началась программа «Окончательное решение еврейского вопроса», прибыли «Дегёш» стремительно возросли. А вот на 1942, 1943 и 1944 годах дивиденды Жифарбен и ее капиталовложения в «Дегёш» удвоились по сравнению с 1940-1941 годами. Явным намеком на чудовищное применение циклона-Б с эсэсовцами было следующее обстоятельство. Когда циклон-Б изготовляли для использования в качестве инсектицида, он обладал специфическим запахом, предупреждавшим о его опасном присутствии. Наличие такого предупреждающего запаха было необходимо по немецким законам. Эсэсовцы же потребовали, чтобы в заказанной ими новой крупной партии циклона-Б запах отсутствовал. Не нужно быть особо умным, чтобы понять, к чему эсэсовцам такое нововведение. Вначале руководители «Дегёш» пошли на попятную, но их отказ объяснялся не соображениями гуманности. Увы. Беспокоило их то обстоятельство, что требование эсэс ставило под угрозу монопольное положение «Дегёш». Срок действия патента на циклон-Б уже давно истек. Однако «Дегёш» сохранила свою монополию благодаря наличию у нее патента на предупреждающий запах. Убрать запах было невыгодно, ибо это открывало возможности для нежелательной конкуренции. Но эсэсовцы быстро покончили с этими возражениями, и их компания устранила предупреждающий запах. Вслед за постройкой частного концлагеря в сентябре 1942-го по настоянию из Жифарбен новоприбывших заключенных начали проверять на рабочую пригодность. Тех, кто был способен приносить прибыль, отправляли рабом на завод. Тех, чьё содержание сулило лишь убытки, отправляли в газовые камеры. Вообще, нацисты и бизнесмены – люди сугубо капиталистического склада ума. Расовая ненависть невероятным образом отступала на второй план, когда дело доходило до прибыли. Если для заключенного находили работу, то зачастую это откладывало его казнь. Например, секретная телеграмма от 17 декабря 1942 года от имени начальника гестапо Генриха Мюллера, опубликованная в книге «СС в действии». Всем командующим полиции безопасности ИСД, исходя из важных военных соображений, нужно направить минимум 35 тысяч работоспособных арестантов. Чтобы достичь этой цифры, необходимо следующее. Пункт 2. Всех трудоспособных арестантов, если это можно обосновать деловыми или личными соображениями, следует немедленно, согласно нижеследующим директивам, перевести в близлежащий концлагерь. Например, также и в том случае, если против арестованного в ближайшее время возбуждается или должно быть возбуждено уголовное преследование. Нельзя упускать ни одной пары рабочих рук. Всякие попытки задержать работоспособных арестантов запрещены. Или вот еще. Приказ Гиммлера о казни русских военнопленных от 15 ноября 1941 года. Комендантом концентрационных лагерей. Рейхсфюрер СС и начальник германской полиции заявил о своем принципиальном согласии с тем, чтобы применительно к тем, переведенным в концентрационные лагеря для казни русским военнопленным, которые, по своим физическим данным, могут быть использованы на работе в каменоломнях, казнь откладывается. В связи с этим приказываю. По прибытии в лагеря транспортов для казни, начальник лагеря, превентивного заключения и лагерный врач отбирают физически сильных русских, которые подходят для работы в каменоломне. После того, как начальник полиции безопасности ИСД заявит о своем согласии, мной будет отдано распоряжение о переводе соответствующих русских военнопленных в лагерь, где имеется каменоломня. Собственно, из таких вот телеграмм вполне ясно следует, что газовые камеры отправляли не столько из соображений расизма, а сколько из соображений дивидендов. И если разобрать человека на запчасти было выгоднее его содержание, то его казнили. Если была возможность дать работу, то по возможности он ее получал. Но количество рабов росло столь стремительно, что предприниматели и нацисты буквально не поспевали расширять производство и создавать рабочие места. В свою очередь, избыток рабочей силы приводил к необходимости ее содержания, грубо говоря, просто так. Для бизнесменов и нацистов это действительно были бесполезные издержки просто так. А вот отравить газом, срезать волосы, вырвать зубы и сварить мыло – это приносило доход. Это выгодно. Это уже бизнес-модель. Но вернемся к частному концлагерю и Жи Фарбен. Условия жизни Моновицы были таковы, что все заключенные страдали от болезней. Больничные палаты, построенные Жи Фарбен, настолько не удовлетворяли самым необходимым требованиям, что даже эсэсовцы, вдумайтесь, даже садисты-потрошители-эсэсовцы предложили построить дополнительные палаты. Но бизнесмены, как это принято и сегодня, предпочтут массовые смерти, чем дополнительные расходы. Поэтому предложение ничего не понимающих в свободном предпринимательстве эсэсовцев было отклонено. Что касается питания, то его условия были примерно такие, что в среднем каждый заключенный терял в весе от 2,5 до 3,5 кг в неделю. Через месяц внешний вид узников заметно менялся, через два месяца их невозможно было узнать, а через три они были или мертвы, или настолько непригодны для работы, что их отправляли в газовые камеры в Беркинау. Такая стратегия выжимки денег из человека называется уничтожение трудом. В отношении ликвидации о социальной жизни доктор Геббель стоит на точке зрения, что евреи и цыгане, а также поляки, в случае если их присудят к каторжным работам на срок хотя бы от 3 до 4 лет, чехи и немцы которых присудят к смертной казни, пожизненной каторге или длительному тюремному заключению, должны быть уничтожены. Идея уничтожения трудом является наиболее подходящей. Всего через заводы ежи Аушвиц прошло порядка 300 тысяч рабочих из концлагерей, из числа которых не менее 25 тысяч были замучены на работе до смерти. И это только те, кто скончались прямо на рабочем месте, то есть не считая тех, кого отправили в газовые камеры на фоне общего истощения вне рабочего времени. Помимо этого на предприятиях ИГИЛ Фарбен существовала система правил, и если узники что-то нарушили, то администраторы направляли эсэсовцам письменные требования о соответствующем наказании. Типичными проступками, в которых ИГИЛ Фарбен обвинял заключенных, были такие как лениться. Вообще, о слове лениться из уст бизнес-блюдков можно писать целые монографии. В действительности, если капиталист говорит о ленивых рабочих, то он имеет в виду только то, что он не получает от них столько прибыли, сколько хочет. В действительности, даже если рабочий в одиночку за час разгрузит целый товарный состав, то он все равно будет считаться ленивым, если бизнесмен не сможет получить с этого прибыль. Помимо обвинений в лености, были и такие, как уклоняется от работы, отказывается подчиниться, медленно подчиняется, работает слишком медленно, ел кости из мусорного ведра и так далее. Предприниматели из ИЖИФарбен заняли поистине уникальное место в истории делового мира. Классические рабовладельцы рассматривали рабов как товар, как живой капитал, который надо содержать и обслуживать с целью оптимального использования, ИЖИФарбен свел рабский труд на уровень потребляемого сырья. Когда у узников уже не оставалось энергии, которую можно было бы использовать, этот живой шлак отправляли в газовые камеры и в кремационные печи, откуда эсэсовцы перекачивали его в германскую военную экономику, золотые зубы отправляли в государственный банк, волосы шли на изготовление матрацев, а жир для производства мыла. Just business. Вряд ли можно сомневаться в том, что дерзкий отказ кого-либо из руководителей ИЖИФарбен выполнять производственную программу Рейха или использовать в этих целях рабский труд, рассматривался бы как предательский саботаж и имел бы следствием немедленные и крутые меры возмездия. Имелись достоверные данные о том, что Гитлер приветствовал бы возможность сделать кого-либо из руководителей ИЖИФарбен примером в этом смысле. Резюмируя все документы об Освенцами и Фюрстенгрубе, мы установили, что это были полностью частные проекты под управлением ИЖИФарбен со значительной свободой выбора и возможностью для связанных с этим проектом сотрудников ИЖИФарбен проявлять инициативу. Свидетельства не показали, что выбор площадки в Освенцами и возведение на ней завода по производству буны и топлива были осуществлены под принуждением, несмотря на то, что власти Рейха и одобрили это решение, и хотели, чтобы 4-й завод по производству буны был введен в эксплуатацию. Вслед за международным военным трибуналом над бывшими руководителями нацистской Германии в американской зоне оккупации прошли малые нюрнбергские процессы. Эти процессы отличительны тем, что они проходили без участия международного сообщества и исключительно силами самих. Американцев. Всего было проведено 12 судебных разбирательств, три из которых были направлены против бизнесменов. Дело Фридриха Флика, дело ИЖИФарбен и дело Альфреда Круппа. 24 члена руководства ИЖИФарбена обвинялись в массовых убийствах, принуждении к рабству, крабеже, развязывании войны и т.д. Но как итог судебного процесса, ни один из представителей химического концерна не был приговорен к высшей мере наказания, а 10 подсудимых и вовсе были полностью оправданы. При этом средний срок для тех, кто все-таки виновным был признан, составил 4 года тюремного заключения. Более того, уже в 1951 году была проведена большая амнистия и из тюрьмы вышли даже те, кто получил больше 4 лет заключения. Все дело в том, что вслед за Второй мировой войной почти сразу же началась война новая. Холодная. Капстраны, в отличие от Советского Союза, не проводили денацификации оккупированных территорий, если только совсем условно. Американцы и КО остро нуждались местных представителей бизнеса для того, чтобы сформировать мощный плацдарм в борьбе с коммунистами. А кто были самые могущественные и знакомые со всей спецификой германской экономики бизнесмены? Те, кто в той или иной мере связаны с Третьим Рейхом. Легким испугом отделались не только нацисты из Эжи Фарбен, но и другие представители промышленных концернов, в том числе и те, кто был осужден за использование рабов на своих предприятиях. Вы ведь понимаете, что завод в Освенциме – это далеко не единственное частное предприятие, замешанное во всех этих преступлениях. Воистину мы можем лицезреть золотое правило капитализма – укради хлеб и получи 10 лет строгого режима, укради сотни тысяч человеческих жизней и получи штраф. Однако массовая амнистия дала нацистским преступникам не только свободу, но и возврат конфискованного имущества. Благодаря этому большинство нацистских капиталистов смогли довольно быстро восстановить свое положение в бизнес-кругах Германии. Бывшие компании, участники Эжи Фарбен – Байер, Басф, Акфа и Хекст – существуют в том или ином виде и по сей день. Теперь вы знаете секрет их успеха. Субтитры создавал DimaTorzok